Продолжение следует... 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 Существует еще такая претензия многих моих коллег, а где вот эта половинная нота, там акцент, она должна, как это было сказано, что-то нити сыра, что-то такое прибирается, еще что-то, как одна из моих коллег, нет, это не этюд, а где же вот эти ноты, судьба, ну, бог с ним, пускай будет судьба, нам нужны ноты, ты честно берешь, не слышно, что надо, к ней пальцем, чтобы вышибла эту ноту, а дальше, потому что ее держать нет, вот эту вот гоню, судьба, си, 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 так вот, милые мои, в таком расположении в жизни не могут знать, что пытаются делать, логично считая, что потом будет фа-двес, она берет третьим пальцем, в расположении третий-пятый, ни одному человеку на форте выделит третий палец, рядом с между ними, вторым, вот, слышишь, ничего страшного, там проще перенесешь, нотки, первая судьба, ну, больше, держи, Александр, а какого лешего-то педача бросаешь? Что-то здесь пулемет, не стрелку, что-то, о чем без педалей! Значит, объясняем. Смотрите, вот попробуйте сесть за рояль и попытаться выделить вот так Си-Си, и здесь Соль. Не в жизни. Потому что 3-й и 5-й находятся на одной связке здесь, в захожении. Если вы берете вторую, вы сжимаете вот так, наклон, уже палец прорезает. Совершенно другое. Следите за расположением. Самые близкие пальцы, это совсем не всегда нужные пальцы. Нужные в зависимости от того, что есть. Если вам нужно выпить акцент только так, хотя выглядит диковатно. Ну, что делать? А вот это вот. Просто еще самое главное. Так, четвертым берет, да? Естественно, ля-трез. Ну, если у вас третий палец здесь привязан, а четвертый не пойдет просто. Он связанный с этим. Нельзя. Давай. Дальше лезь. Ми. Восемь. Восемь. Ну, что, сейчас сверху, ты вторым пальцем три раза повторила. а там запланирование, я тебе говорю, следи ты можешь идёт 7 2 2 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 10 10 10 14 15 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 16 16 значит, вот это место знаменитое тара-та-та-ра-пам когда я играла первый раз, она попала в Ре но она была вся там она взяла Ре, потом взяла медаль, потом взяла Эх сейчас ты вспомнил, что аккорд немножко ближе, поэтому Ре ты не взяла почему? значит, здесь очень просто хочется, конечно, времени ну, душа просит на аккорд перенести через всю клавиатуру а времени нет так сделайте время ну, это же просто так, педаль на верхнюю рулю, и всё и у тебя куча времени спокойно перенести когда воспринимается, что дырка, времени много упадет? а когда звука нет? а ещё звук тянется это что? замысел я совершенно серьёзно... а вы как хотите? в фортепианной литературе куча примеров, когда приходится маскировать что-то а что делать? и ни одна живая душа не должна сказать, что другое дело, что если кто-то так делает Ре я единственное, что могу подумать молодец, сообрази поэтому давайте только не бросай, Ре да ещё раз дай, чтобы чистое было ну, что у тебя есть, потому что трудно просто перед передней педаль меняется перед ряней а теперь давай разбираться с этой самой проклятой серединой троекратно повторяем ну, понятное дело, нужно варьировать для того, чтобы варьировать надо что сначала сделать? один базовый вариант от которого плясать будешь что ж ты виляешь посередине-то? не сделав одного в соответствии с указаниями автор во-первых, здесь я не думаю, что это вот это объясни мне, что это значит потом что обозначает твоя фермата насколько она должна быть рассчитана любая фермата на паузе должна быть рассчитана на что-то что в паузе произошло и что будет после этого то есть сначала нужно определиться, что ты хочешь на выходе а потом просчитать сколько должно быть этого дела значит здесь в данном случае да, это там ну, в два раза дольше допустим акцентик совершенно неправильно работает простите не может быть вот это вот так по всем законам не может быть разрешение ну, что я делаю в первую очередь понимаешь? ну, давай отсюда можно а где акцентами? а где акцентами? если вы хотите хотите, правда, в рецепт чтобы у вас никогда не торчало вступление что она делает? святое тело обычная ошибка студенческая потом делает и уже на таком уровне что тише не въедешь если вы хотите чтобы у вас в этой точке было вдруг Тихо. Нота перед этим. А ты взяла ми, и ты уже не думаешь о том. У тебя уже ничего не происходит. Ты думаешь, что... А вот сейчас запоем. Не выйдет. А теперь да. Давайте поговорим. Синтаксис. Святое дело у нас. От того, как вы формируете фразу, из каких предложений, и где ставите запятую, а где точку, очень много зависит, что она делает. Приехали. А вот не посмотрела? У Шопена начали грики. И попросили. Ну, слева, слева пауза, которую ты не просто говоришь, я заставляю, а ищи именно так. Тут второго варианта прощения нет. Может быть, только громче, тише. Поняла? А я знаю, откуда нет. Но нужно же цельно. Поэтому фиг с ними, с паузой все. А вот слева за правую руку. А ты не средний за правую руку, а правая рука без тебя собирает. Там мелодия. Она может быть хуже и лучше, но она будет. А вот то, что происходит, слева. Думаю. Тиро, 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 тиро. Пауза для вдоха. Тиро, 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 тиро. Я немного подчеркнул то, что здесь есть и показал вам все эти полосы, потому что я эту песню слышал в студенчестве и ничего не понимал. Я думал, что здесь разнообразие, а там все написано. А вот этого нету. Ну, поехали, давай, предложение сделаем. Снять. Снять. Стоп. Наверх. Поехали. Пауза. Нет, двумя. 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 Снять. Двумя. Ну, слышите, да? Это же да смешно бы, когда малос подрос и ссунул нос в нос и думал, господи, что бы мы все парились. Тут же все нарисованы. Зрелы вот эти, видите, по самому простому принципу. Вдох на этом месте, на месте паузы. Вот она сделала и дышит. Теперь дальше. Не есть хорошо. Ну, вряд ли. Ну, вряд ли. По тому же механизм. Это мне так, да? Ты сыграл? Да, нотки, кстати, от чего-то склеиваются. Пришла сюда, и не поверила. И там стоит акцент. Откуда это? Что за находка? Три раза это повторяется, и реально стоит акцент. Следовательно, как хочет. Больше, меньше. Молодой, это еще верхняя точка. Понимаешь? Идет секвенция. Та-та-ра-та. Честное слово, дальше не хочется, но там он вводит какие-то подголоски. Ну тут же главное вот это вот, элементарная первая тема. Вам понятно или что-нибудь ещё объяснить в сидящих зале? Тебе понятно? Ну и молодец. Вот, а так давай, укушки могут. Пожалуйста. АПЛОДИСМЕНТЫ Давайте дверь. Вторую и третью части. Давайте со второй. Ну что такое один педал? Устанавливать 90-х. Недавно ещё посмотрел, да? Извини. А когда прижим такое? Стараемся. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон «Симон» 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 Ты не выдержал, и все стало быстрее. Сразу, потому что трудно очень, да? Да. Скажи, а как ты считаешь, когда играешь? Молодость, что такое? Нет, я имею в виду чисто людьми. Так если бы так, то было бы хорошо. То, что мне показываешь, но ты-то играешь. У тебя антанты. Что такое антанты? Ну, антанты, пусть есть антанты. Нет, как переводится? Ну, антанты, как? Медленно, медленно. Шагово. Слушай, запоминай, это шагово. Вот попробуй пошагать в таком тэпе, как ты сыграл. Понимаешь, то есть... Уж самая медленно антанты. Да вот, ты сам спел, показал. Я считаю так. А играешь? Вот так. Ну, поехали. Да, туда. Давай, давай. Сначала. И... 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 Идем. Мелодия, а как? Мелодия, а как? Ты понял, в чем дело? Абсолютно, ну другая же музыка. Но с таком темпом, да? А ты попробуй вместе, как ты играешь. Попробуй пойти в таком темпе. У Жени нет такого темпа, если ты не инвалид. Понимаешь? Просто не хочется дальше ковыряться. А так, кстати, в этом темпе. Давай отсюда. Сейчас тебе сразу легче жить будет. Что? Лига. Пауза. Пауза. Слышишь? Вот и все. Тормози. А эта система известна. Не буду говорить, какие примеры в жизни были. Но даже когда ты грешен по молодости, с чем-то не помню, говоря этого, хотелось бы как-то... А вдруг скажешь, что чего-то тут не хватает. И помню так. Давай-ка я медленнее сыграю и сразу будет. Па! Ну, это называется... Сыграю медленнее, чтобы умным были. Не пойдет. Где-то попадешь, где-то не здесь. Потому что мажор, рандом... Изяк. Поехали. Прости, пожалуйста. Давай еще раз. Поехали. 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Сиди себе, резвись, будьте тонким, музыкантом, сколько хочешь Вы слушаете справа-слева Поскольку слева не работает, ты справа здесь не уедешь Потому что в принципе, кто ему мешал так написать? Просил, да? У Моцарта не ничего, дальше понятно, через четыре строчки С хулигами закрепляйте Я прислушаю с самого начала, поехали Не, мне тоже почистить стакану Не, мне тоже почистить стакану Не, мне тоже почистить стакану А может, это для меня лично? Да не, ну соль, чтоб я услышал Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Ну, какое-то своеобразное, по-нашему, раздолбайся здесь должно быть Только венское Ну, в этих Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Спасибо! 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 У кого-то что-то упало? Спасибо! Здравствуйте! Субтитры подогнал «Симон» Вот как совпадение внешнего облика с материалом, который не сутка сполнил Спасибо! 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 В принципе! Я бы должен сказать, вы знаете, самая высокая управляемость, когда руки в порядке, это когда вы в медленном темпе на пьянке можете все что угодно То, что ты повторил, а вот так получается, а медленные эпизоды не получаются, да никак, корявые, как не знаешь, но это не важно Я к чему говорю? Что я вытащил? Вот предположительно, вот это напоминает, можно предположить, что это связано с чем-то таким на морском берегу, уточком, да? Солнце? Ну, у тебя там, может, помнишь? Ну, куча событий, причем довольно грозных, я бы сказал Вот Дожми его Ребята, если ты хочешь что-то, акцент Ну, нужно пробей Значит Опять же, когда речь о Шопене Говорит, вот Шопену нужно играть на подушечках Да Это быстро А вот, когда медленно, извините Управляемость звуком зависит от чего? От массы вещей Но, в основном, от площади соприкосновения пальца с клавишей, от жесткости этой самой площади Потому что звук бывает, вот на открытых роялях это все равно можно показать, а на нормальных тем более Не только мягче, острее, он бывает уже и шире Вот когда вы кладете вот так одинокую ноту, она полезен в шире как угодно Если вы берете вот так, она будет туще А вот я беру пальцы И ничего с этим нельзя сделать, я не понимаю, честно говоря, не улавливая закономерности Подозреваю, что дело в том, что мы когда подносим Мне когда-то педагог мой показал вот здесь вот Второй том Не вспомни, а второй том Пиху подбасиваешь Впереди чайник, я до этого играл на все союзы Ну как, пятый, пятый Прицелиться, положи А вдруг соскользнется мандражата Позора не уберешь, а мы тут не мои проблемы Нужно это носить И на черную клавишу бросит меня Четвертым пальцем Углом вот здесь, где ноготь Углом Вот этим местом И вдруг все это полезно Поняла? Это вопрос о правой Потому что ты так занята левой, что правой у тебя Спосредо загонит Она фактически никакой роли не исполняет Хотелось бы Ну-ка нажми левую А вообще, в этом это А то Так вот И пошли Стоп! А вот теперь... А вот теперь... У тебя как зовут? Замечательно Юрка Положи ты левую руку пальцы Почти плашмёршу Что ж ты? Люди, нельзя сгибать пальцы Вы даетесь И не даетесь Чуть-чуть усилия Палец в таком положении Он немедленно даст открытый звук А если вот так вот Плюс-минус Ошиблись Больше-меньше И ничего не случится Не заорёт А вот она ставит вот эти вот Та-та-ра-па-па-пам Вот так И у нее-то и вылезает Естественно Ну-ка давай пять Попробуй сделать одну хитрость Сколько раз пользовался За группу Смотри Вот эту часть Отпусти вниз А она И давай пальцами Задирайтесь Тише И сразу Пам-пам Пам-пам Спасибо Мне больше не надо Поняла? Ну что А люди И двумя руками Мужцин Пам-пам Пам-пам Тише Пам-пам Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Основное, чего нельзя избегать и стараться, это не убирать внутреннюю тяжесть. А у тебя, как мой студент, где-то быстрее, хватит красоту наводить, автор за тебя все сделал. Значит, что должно быть? Здесь должна быть отвратительно, ровно, лево. Переход из одного аккорда в другой аккорд никоим образом не должен быть связан ни с какими временными изменениями. Пробуй. Да, и потом, чего я сразу, подожди. Чего я так расстроился с самого начала. Попросил тебя повторить. Думал, показалось. Не, не показалось. Ты какого вешего берешь первой силевой рукой? Иди, это вот что. И отсюда пошло. А ты взял бамбу. Без проблем. Без проблем и дальше. Поняла? Руку в аккорду приготовь. Почему рука на колени-то? Нет, так не будет. Будет, наверное, вот так. Не выражайся вправе. Держи ровно. Держи ровно. Стоп. Сказал, не выражайся. Красоту навела уже дело. У меня кейтан. А это потише. А это опять погрубче. Это потише. Нету этого. Мужику не за того было. Поехали. 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 Не трогай. Ну что ты вообще за красоты везла в него руки. Перестану? Среди за репли. Это, кстати, непросто. Юля, вот это нельзя делать, можно вот так, только пары играться, больше-меньше, а вот это совершенно исключается. Ну ты красива вот в России, ну нельзя так, ребят, только сначала давай, тиши, Юля, ага, давай, давай. Я знаю, но она будет неправильно. Вот так. 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 Левую руку не трогай, только со диез. 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 Левую руку не трогай. Левую руку не трогай. У тебя там две четверти, потом термата на паузе. Юля, у тебя здесь объединок, у тебя две четверти и фирмата на паузе страдает, а не на взятом аккорде. Не хватит выражаться-то два дня, все три одинаково. Ты можешь тише сыграть? Ну так играешь, что ты мне стараешься? Все, музыка кончилась. Да кончилась музыка, не выражайся ты. Безнадужных, еле слышных. Потому что ты думаешь, что не слышно? Есть у тебя посыл в пальце или нет? Слышно прекрасно? В чем он выражается? Прибавляется количество колебаний, струны, немедленно начинается резонанс, звук начинает распухать, а у нас все кончилось. Все поняла? Хорошо. Спасибо. Спасибо.